Напомню, к приезду в Коми в Рио главы Владимира Уйба наш регион был самым инфицированным после Москвы и Санкт-Петербурга. И вот менее чем за месяц наша республика из числа лидеров по заражению сместилась на 23 место среди регионов России по распространению коронавируса. За это время было сделано немало. Это и режим самоизоляции, и дезинфекция подъездов, и общественных пространств. Существенно усилен медицинский блок. Так, диагностика коронавируса в республике проводится на базе четырех лабораторий. Три из них в Сыктывкаре, одна в Воркуте. Развернуто 1026 коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией. В том числе 653 койки с подачей кислорода без аппарата искусственной вентиляции легких и 73 с аппаратами ИВЛ. Также в столице республики готовятся к открытию подразделения на 100 резервных коек для больных COVID-19. И хотя цифры по заболевшим растут теперь не сильно, тем не менее регион не расслабляется и принимает все новые жесткие меры. В первую очередь в отношении больниц, где прибывают пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Пошли на крайнюю меру и ввели карантин для сотрудников. Что это значит? Это значит, что сотрудники не могут покидать лечебное учреждение, либо покидают его в близ расположенный обсерватор. И 14 дней, это вот инкубационный период, когда может проявиться заболевание, эти сотрудники все переведены по-военному. Это называется казарменное положение. Мера вынужденная, мера тяжелая. В каждом случае приходилось по каждому врачу, медсестре, санитарочке решать проблемы семейные, бытовые. Но, тем не менее, врачи и средний персонал, и обслуживающий персонал, все откликнулись, с пониманием отнеслись к этому. И с вчерашнего дня у нас все эти учреждения переведены на карантин. Недели раньше мы перевели все учреждения, дома для престарелых. Точно так же сотрудники ушли на карантин. Продолжение следует...